приветствую вас мои дорогие любители путешествий с вами снова татьяна жога и я приглашаю вас отправиться вместе со мной в еще одно удивительное путешествие сегодня мы с вами присоединимся к паломникам христианского мира и отправимся вместе с ними в одно из самых посещаемых и знаковых мест в иордании мы посетим место на восточном берегу иордана где по преданию был крещен иисус христос самый почитаемый божий посланник христианском духовном мире в этих местах всех охватывает трепет души и это не случайно ведь только представьте себе что по этим местам в те далекие времена ходили иоанн предтеча илья пророк моисей мария египетская иисус христос а это ведь самые почитаемые в христианском мире святые или я пророк в семье святых занимает очень высокое значимое место его как и моисея чтят во всех трех крупных религиях он был божьим посланником на земле главной целью которого являлось укрепление единобожия жил он в израильском царстве в девятом веке до нашей эры сохранилось много преданий о чудесах которые творил он с божьей помощью после выполнения своей главной миссии этот единственный из всех святых посланник был забран в духовный мир живым на своей огненной колеснице и это событие происходило именно на этих землях с этими землями была связана и история марии египетской в этих местах она отмаливала свои грехи мария египетская была представительницей древней профессии в александрии однажды блудница примкнула к толпе паломников следующих в иерусалим с единственной целью найти там объектов для заработка но когда паломники вошли в храм гроба господня то ее единственную какая-то непреодолимая сила не пустила в этот храм тогда она осознала свою греховность и тотчас услышала глаз божий если перейдешь ты за иордан то обретешь там блаженство и покой она перешла иордан именно в этом месте и 47 лет жила в этой пустыне в уединении в покаяниях молитвах питаясь одной травой затем она случайно встретила иеромонаха зосима и получила от него причастие но не вернулась и после этого к мирской жизни там она в этой пустыне и умерла обретя свою чистоту и святость молитвенной жизнью теперь она помогает людям избавляться от греховной страсти и блуда и вернуться к нормальной жизни в этих же местах жил и исполнял свою миссию иоанн предтеча который явился на землю раньше иисуса христа чтобы подготовить почву для его прихода здесь он проповедовал единобожие и крестил желающих в новую веру в своих проповедях он постоянно оповещал народ о скором приходе на землю божьего посланника спасителя иисуса христа древняя мозаичная карта мадабы помогла археологам найти здесь несколько пещер которых жили и молились монахи тех времен в одной из таких пещер жил и молился иоанн креститель главной задачей которого было открыть через акт крещения иисусу христу его главное предназначение жизни пришло время и нам с вами отправиться к месту где иоанн креститель окрестил иисуса христа по преданию он окрестил его водах реки иордан которая с тех самых пор почитается христианами всего мира как священная река а ее воды считаются святыми сам факт крещение иисуса христа водах иордана ни у кого не вызывал сомнения однако о месте крещения длительное время шли ожесточенные споры между израилем и иорданией однако в 90-е годы древняя мозаичная карта из храма святого георгия мадабы помогла археологам найти истинное место крещение иисуса христа то что нашли археологи совершенно совпадало со многочисленными летописями об этом событии именно на территории иордании была найдена древневизантийская церковь иоанна предтечи ступени который вели к месту крещения по этим ступеням иисус христос когда-то спустился и полу подошел к иоанну предтечи окрестил его иоанн креститель и тотчас на иисуса христа сошел дух божий и глаз божий с небес провозгласил его сыном божьим с этого момента иисус христос и приступил к реализации своего предназначения река иордан за эти годы ушла от этого места и отодвинулась на 40 метров в сторону израиля и из полноводной реки превратилась в маленькую речушку однако воды реки иордан по-прежнему считаются святыми и погружение в воду всех паломников христианского мира является для них важнейшим делом детей окунают в купель с очищенной водой реки иордан пришло время и нам исполнить свой долг и окунуться воды иордана если подходить к этому процессу серьезно то это действительно очищает человека верующего в это дает ему силы здоровья омолаживает его он получает понимание смысла своей жизни ведь в сфере духовной жизни человека все зависит от степени веры его без веры этот ритуал ничего не дает человеку и даже опасен из-за сильного загрязнения вод иордана настоящее время в сувенирной лавочке здесь можно купить за 20 долларов вот такую рубашку и можно окунуться в ней в святые воды иордана затем высушить ее и не стирать тогда по преданиям ее силу можно использовать при болезнях считается также что если после смерти одеть человека в эту рубашку то он легче пройдет чистилище и быстрее обретет покой в духовном мире можно осветить таким образом другие рубашки и подарить им своим родным и близким вот он момент ради которого христиане паломники приходят сюда эти люди по вере своей получит то о чем мечтают кто-то омоложение кто-то здоровье кто-то просветление а кто-то откроет себе путь к успеху и удачи как говорил о том иисус христос это случится если истинная их вера будет хотя бы с горчичное семя в этой заповедной зоне в 2012 году в непосредственной близости к месту крещения господня на берегу реки иордан был открыт комплекс для приема христиан паломников со всего мира он состоит из гостиницы трапезной и церкви это стало возможным потому что в 2007 году участок этой заповедной зоны площадью более 9 тысяч квадратных метров был передан россии по инициативе короля иордании абдуллы вторым в бессрочное и безвозмездное пользование на этом месте и был построен этот комплекс в храме все росписи были сделаны художниками из россии особенно следует обратить внимание на мозаики в центральной части храма они были выполнены российскими мозаичниками из драгоценных и полудрагоценных камней предлагаю вам побродить по этому великолепному храму а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а я прощаюсь с вами до следующих встреч Впереди еще будет очень много интересного Пока-пока, Ваша Татьяна